надо просто модернизировать машина так мы купили машину и тут же в бой это первое второе значит для того чтобы машина правильно эксплуатировалась нужна ремонтная база и вроде бы как бы как говорят те кто нам ее продал это частная компания кстати нам ее продала это не военная поставка это частная поставка это обратились к частной военной компании которая занимается продажей различного оборудования причем самое интересное что она у них идет как трактор вообще вот эта частная компания которая вот частная компания которая вот сайт этой частной компании которая торгует у них и самое интересное написано запрещено поставка в этот российскую федерацию 50 тысяч долларов ну там там не там пишет типа запрашивайте цену потому что они для каждого покупателя не узнают платежеспособность и значит соответственно выставляются я бы еще узнаете момент такой вот это конец официального сайта да и сайт продавца ведущий поставщики поставщики великобритании бывших военных машин и оборудования ну грубо говоря это этот секонд-хенд бронированный секонд-хенд грубо говоря мусорник который на который сложили все эти конечно не новые они все они все были на использовании кстати вот эта вот модель была предназначена для ирландской полиции но для полиции для военной полиции на территории ирландии то есть так запугивать нет для этот для для погашения беспорядков но она такая большая агрессивная как раз да вот это вот вот эти элементы впереди элементы вот у него впереди вот эти вот фаркопы вот эти вот металлические там они видны на фотографиях вот это специально для разгона для применения для разгона демонстрации чтобы никто не сунулся под колесную базу не лег под машину чтобы толкать те кто там пытается если столько вот ну скажем так негативных черт есть то это какие позитивные мы это позитивное что машина так дешево стоит 50 тысяч долларов вы нигде не найдете промышленный броневик за такие деньги даже вот при том что вообще пустой пришел хотя в принципе тоже самый производитель говорит что мы можем укомплектовать там написано что мы можем укомплектовать средствами для ночного вождения средствами для там навигации радиостанциями но мы у нас машина пришла пустая то есть для экономии то есть не нет в комплекте не эти какие-то как и не скажет обновлении степень брони в этой машине я сразу скажу поэт по поводу фотографий просто далеко ушел сразу значит вот это вот воздуховод это это и навесной элемент покажите фотографии с моего ноутбука здесь она более лучше видно это фотографии во время испытаний украинским военным показывали для чего этот воздуховод объясню меняли двигатели на саксонах это же у этих машин несколько раз меняли двигатели вот следую последняя замена двигателя была на дизельный вот и выяснилось что дизельный для дизельного двигателя вот положение листа положение этой решетки но получается слабые так как там еще бронете бронеуголки стоят для того чтобы прикрывать радиатор вот очень слабый обдув набегающим потоком поэтому они сделали вот такой вот воздухозаборник как у запорожца у нас а если его на этом не знаю попадет ракета оторвет и все ничего ему страшного не будет там же дальше эти жалюзи стоят металлические стальные противопульные но смысл в том что во первых без него любые осадки туда ему подкапотное пространство воду заливая встречные при таком положении листа и еще как слабый обдув ну потому что у него было опять же погиб парень который ехал за рулем вот этого саксона если по технике безопасности они как-то должны быть пристегнуты или вот во всех машинах может быть такой момент что выехала там броневик бтр или счета в кувет и водитель может погибнуть из-за того что дело в том что там скорее всего скорее всего скорее всего безопасность управляющего водителя достали не продумано то ли не продумано то ли что потому что во первых во первых там туда для того чтобы сесть нужно переступить через сидушку сидушку поднять вот где я не видел например ни на одной из фотографий ремней безопасности вот у него достаточно узкое пространство и треснуться головой об лист он вот здесь вот находится один ли здесь другой ли здесь лист от головой вот все такое да он сидит таком вот коконе и при сильном ударе я просто попадал дтп на военной машине это секундное дело ты уже в этом как в амбразуре уже торчишь все даже не понимаешь как ты туда прилетел министерство обороны кстати не захотели комментировать данный инцидент они решили промолчать ага и просто про это отчиталось что да действительно дтп был дтп и почему не захотела министерство обороны ничего это потому что уровень подготовленности водителей сразу видно то есть нам получается для британская машина нужно еще британин чтобы управлять ношу так вот получается тут еще один маленький нюанс украина первая страна за 25 лет которая купила этих саксону в британии никому они не нужны нет ну компания ведь существует компания существует она никому не могла их парить даже за 50 тысяч долларов вы в европе никто у них не хотел покупать покупали какие страны бахрейн саудовская аравия и раку они их подарили и рак использовал свои армии посмотрели и отдали полицейским сказали для армии они вообще не подходит пытались сделать из них те эвакуационные машины санитарные и посмотрели что вот там развернуться для спасения человека в машине там развернуться санитаром негде подождите но может быть такое что это действительно тот момент когда знаете вот нету денег на то чтобы не при что-то больше нет и покупают вот эти машины я скажу даже больше у нас есть возможность производить свою технику но она получится дороже чем эти саксон